Ну а мы напоминаем о том, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают воздушно-десантные войска И сегодня у нас в гостях представитель именно этого праздника Заместитель председателя союза десантников города Магнитогорска Антон Казанев Доброе утро, Антон! Доброе утро! Сегодня вы действительно по-армейски, как штык, абсолютно вовремя прибыли к нам всегда Я там с таким человеком хочется действительно сидеть Будет просто вот это военное, очень приятно, что вы к нам пришли И начинаем мы с немного личного вопроса Воздушно-десантные войска, была ли у вас цель попасть именно туда? Или же воля случая предопределила вот это самое направление? Нет, цель я себе поставил еще в детстве, когда у меня дядя, ну он погиб в Афганистане Как бы прошел Афганистан, и здесь уже, к сожалению, скончался И когда я внес его медали на подушке, мне лет было 12, наверное, 14, я тогда уже заболел Прям очень хотел попасть в одушь десантные войска Ну затем мой друг ушел в армию вперед меня А так как люди не знающие, я думал, одна дивизия на всю страну И я попаду именно туда, где мой друг служит Пришел в оенкомат, он мне говорит, танковый в Уральский регион Я говорю, нет, я не пойду туда, я только хочу ВДВ Ну посмотрел, подходит, все, все хорошо Такого-то отправка Все, сидел, ждал, ждал, приехали покупатели Вдруг служил в Иваново, меня забрали Во Псков Как бы, ну так оказался Псковская десантная дивизия Вот вы знаете, после таких рассказов действительно гордость берет за тех людей Которые в малом возрасте, так сказать, действительно понимают и ощущают вот всю значимость того Какой выбор они сделают сейчас и как они к нему в итоге идут А при том эти войска, это не самые легкие, там тяжело Ну конечно Наоборот, туда тянется, это очень хорошо Скажите, ну сегодня действительно такое торжественное событие Как отмечают этот праздник сами отслужившие? Вот хотелось бы узнать программу мероприятий и вот ваше личное, наверное, отношение Ну каждый год мы пытаемся сделать как бы в храме молебен Это безусловно каждый год мы пытаемся и делаем И все больше и больше народу приходит помолиться, вспомнить, отстоять службу по павшим товарищам Затем как бы мы встречаемся все на пол фронта, возлагаем цветы, венки Ну и отправляемся на левобережное кладбище Ну а потом после всех мероприятий как бы мы стараемся компанией, друзьями, товарищами, семьями, с детьми Уезжать подальше за город, как бы весело, хорошо Песня у костра, то есть дети довольны, бегают На природе как бы второй, третий год, наверное, погода на нас не подводит Ну даже в дожди как бы мы расстилаем купола, растягиваем и сидим, разговариваем, беседуем То есть стремитесь к такому культурному отдыху все-таки? Ну мы пытаемся уехать из города, потому что в городе очень жарко, все равно негде посидеть, в кафе это ну не то Хотим вот всеми иметь, чтобы было интересно А что делать с теми, кто компрометирует этот праздник? Ну их надо, наверное, немного переучивать Они, я думаю, что сами перевоспитаются со временем Потому что все больше и больше молодежи сейчас Сейчас молодежь крепкая идет, спортивная как бы То есть этот вопрос прорабатывается все-таки И патриотизм у людей начал возрастать И ну отслеживаем, конечно, смотрим, наблюдаем Но с каждым годом тенденция все лучше и лучше Что меньше выпивки, больше позитива, больше на природу И мы этому не можем не быть рады, естественно Ну переменятся мнения, конечно, постепенно, постепенно Мы к этому идем Безусловно, эта тема эфира у нас звучит как в небо в небо Вот вы свой первый прыжок, помните ваши ощущения, как это было? Ну помню, я думаю, что каждый десанте помнит первый или второй прыжок Ну по-своему он каждого запоминается Как вообще к нему вот в тот момент, когда перед прыжком Готовились перед прыжком, как бы все Работаешь в команде, все повторяешь ежедневно Не ощущаешь еще, да? Да, на укладке парашюта очень замерзают пальцами Так как первый прыжок был зимой Многие ребята отмораживают кончики пальцев То есть шелк, он укладывается именно вручную Шаг за шагом он укладывается очень долго, постепенно То есть там, грубо говоря, рота укладывает Каждого человека один проверяющий проверяет То есть пока он всех пройдет, каждый этап проверит То есть, ну а потом Поездка в КамАЗах Больше адреналин, начинает сердце колотиться Как бы, ну ты не понимаешь, что происходит Ну уже чувствуешь какой-то мандраж Что-то неизвестное Когда в самолет уже садишься Тогда уже, ты понял, прям уже все на тебе лица нет Я помню, у нас был парень, которого было уже, наверное Ну прыжков сто, он был в Санкт-Петербурге Он был спортсменом, он просто над нами сидел и смеялся Потом, когда дверь открылась, я сидел напротив У меня такие глаза, куда он вышел Но все-таки ощущение... Ну когда приземляешься, это просто нечто Тебе хочется опять сесть в самолет и опять прыгнуть И адреналин настолько бешеный у тебя колотится Все, то есть зима, минус, там, грубо говоря, 15 градусов Ну тебе настолько жарко, ты застегиваешься Да, адреналин настолько повышает это все То есть можно сказать, что вы влюбились сразу в свою профессию Ну, конечно Конечно, самое приятное, что за это дают внизу кусок хлеба, саллы и сладкий чай Это вам не прыжки с парашютом Нет, вот так они должны происходить Чтобы тебя везли куда-то, потом ты сам всю кладу, потом еще прыгнул в конце еще на Ебей дальше Вот это, я понимаю, мотивация, действительно Вот это прыжок, конечно, он такой не забудется Попробуй забудешь такое Безусловно, служба-то особая по большому счету Согласитесь, и по окончанию как она меняет человек? Как вы считаете? В отличие на вас как-то появилась тяга, может быть, к экстриму после такой службы? Да, тяга к экстриму, как бы, наверное, и была Ну, просто не тяга, а каждый человек же, он, ну, убирает свой путь, я так думаю И кому-то больше, кому-то нравится больше на гитаре играть Кому-то рисовать, кому-то петь Ну, кто-то любит спорт, нежный, плавный, там, плавание и так далее А кто-то любит, там, адреналина, чтобы побольше было То есть изначально человек? Да, я, как бы, всю жизнь катался на лыжах, на горных Мне нравилась скорость, мне нравилась прям Ходили по горам, туризмом занимался очень-очень долго, с детства Как бы, все братья занимались И для меня, как бы, было, ну, как бы, намного легче ходить Машброски, вот эти все, как бы, боекомплект То есть на себе таскать, то есть рюкзак, я помню Нагрузишь на себя рюкзак дней на 20 пойдешь То есть Дни на 20 легко Как это сейчас прозвучало А вы себя помните, вот, до и после? Вы можете привести? Ну, помню, конечно Как поменялись? Ну, был, наверное, немного, знаете Мелохоличный, что ли, такой Ну, как бы, жестко, а стал более жестким, наверное Более жестким Ну, это стержень Вырабатывая Вернее, он был, просто он укрепился Учитель, я с лице, 13 лице заканчивал Она меня встретила до и после И она сказала, вот, оксины Возмужал ты, Антоша А вот для тех, кто, может быть, хочет Попробовать какие-то экстремальные виды спорта Но не решается Что бы вы посоветовали им? Надо попробовать понемногу Это как, мне кажется Аппетит приходит во время еды То есть Надо пробовать что-то Главное сделать первый шаг Да, первый шаг сделать А там, я думаю, что Каждому человеку В любом случае, мужчине Или девушке Но Оно должно понравиться Пусть оно будет не такое бешеное Как там увлекаются, да Многие прыгают там С небоскребов и так далее Но он Каждый вид спорта Он по-своему экстрим Каждый, может быть Кто-то боится плавать И всю жизнь мечтает об этом Зашел, помочился Для него уже экстрим Затем потихонечку По колено и выше и выше На вашем примере Мы убедились, что Как бы страшно ни было По итогу Всегда это полная эмоция Счастья Хочется повторить еще раз Замечательный сегодня праздник От вас, конечно же Хотелось бы поздравления Слышать Ну, хочу поздравить Всех своих Братьев-десантников Пожелать им здоровья Крепкого Благополучия В ихних семьях Ну и Чтоб мир был во всем мире И чистого неба над головой всем Замечательное слово Прекрасно Спасибо огромное Друзья, соответственно Напомните, сегодня в гостях У нас был Антон Казанев Заместитель и председатель Союза десантников Города Ванитогорска Спасибо огромное С праздником вас Удачного вам Удачного дня И храни вас Мы, друзья Именно так Мы, друзья Между тем Продолжаем на очереди Рубрика Вояж Куда Мы отправимся В этот раз Предлагаем узнать Прямо сейчас